Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Т.Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплей на ютубе. Буду рад от всех там увидеть. Ну что же, у нас сегодня продолжение карьеры за Зенит, как я уже сказал, и игра в полуфинале, если я не ошибаюсь, Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Очень будет ответственно вот этот шаг, причем до полуфинала, Лиги Чемпионов, вроде вообще ни один российский клуб так и не доходил. Вот, поэтому, да, это полуфиналы, потом у нас между ними еще, ну вот, Химки будут еще, вот, а потом и Спартак. Я так смотрю, да, Чемпионом мы, наверное, станем в игре с Химками, если победим их, и все. А там и так у нас лидерство сейчас. Ну, да, они еще и ЦСКА там, короче, проиграют. В общем, если мы сегодня обыграем Химки и Спартак, мы сегодня становимся чемпионами уже второй раз в этой карьере за Зенит в Pro Evolution Soccer. Поэтому как-то так. Ну что же, давайте смотреть. Аки не сыграет против своей бывшей команды, а будет играть Оссорио. Ну и не сыграет так же Дрюси, будет играть Мостовой, Жезус как раз сыграет. Вот, мы посмотрим, получится ли что-то у нас здесь показать или же нет. Так, а я не знаю, что нам здесь Шамуродова зачем сюда добавили. Правда, не знаю. Или Шамуродова взять, а Дрюси, наоборот, с плохой формой и оставить. Давайте Дрюси все-таки возьмем, на всякий случай вдруг пригодится. Поэтому все, поехали. Манчестер Сити, Зенит, полуфинал Лиги Чемпионов. Итак, Этихат Стэдио, Манчестер Сити против Зенита, Лига Чемпионов. Мы к этому, к этой задаче это только идем, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Вот уже идет у нас второй сезон в нашей карьере. И Жезус. Нужно. Отлично, Габриэль Жезус. Я не буду праздновать. Посмотрим лучше его гол. Ну, хорошо, здесь Караваев, во-первых, подобрал мяч. Здесь Паласиос на Азмуна. Все быстренько и замечательно. Жезус обыграл там Атаменди. Ну и в ворота. Если я не ошибаюсь, то он против Донорумы, точнее, никогда и не играл. Доноруму, наверное, они вот и подписали после ухода Жезуса. Скамейки запасных постоянно. Но который, может быть, что-то да и покажет после своего какого-нибудь хорошего такого прогресса. И вот Жезус отдает на Федора Чалова. Чалов. Чалов делает счет 2-0. 85-я минута. Мы забиваем два мяча на выезде. Очень важные два мяча, которые нам помогут, скорее всего, в Петербурге. Потому что Сити будет бежать в атаку с первых минут. А здесь получилось у нас просто дожать соперника. Ну и Чалов делает счет 2-0. Фернандинио уже даже выходит вместо Родри. И вот здесь еще Чалов на Жезуса. Вы просто посмотрите, а. И... Нет, Федор Чалов, ну, просто вот не добегает. А сейчас вот такие два гола могло случиться у Зенита, которые они просто вот не доработали на пустые. Отдавали им, но забить не получилось. Должны были 4-0 выиграть. Но выиграем 2-0. Жезус в гол плюс пас против своей бывшей команды. Поэтому результат хороший. Меня это абсолютно действительно радует. 4 удара, 3 в створ. Ну и просто не дали ничего создать Сити в нападении. 7-5 оценка у Габриэля Жезуса. Как вы будете действовать в нескольких последних играх лиги? Так, с этого момента мы начнем выиграть матч за матчем. Ну, потому что действительно там что? Химки, Спартак и какая-нибудь еще там команда осталась. Нам надо вот выиграть одну и не проиграть оставшееся. Вот и все. В сборное место не попал ни один наш футболист команды. Прохин прибавил единичку к рейтингу. Ну, а так все. Ну и сейчас игра с Химком, естественно, я буду ротировать состав. Ну и все, вот таким составом мы выходим. Химки против Зенита. Поехали. Итак, Химки арена. Химки принимает Зенит в рамках, если я не ошибаюсь, там Толли. 28-й тур. Сейчас у нас на ходу. Если мы сегодня выигрываем Химки и не проигрываем в оставшихся двух матчах, мы чемпионы. Там вроде даже если Спартаку мы в 29-м туре не проиграем, мы станем двукратными, можно сказать, чемпионами России сейчас. Вот. В прошлом сезоне мы вот выигрывали. Луньо, замечательный сейф. И вот Малкам. Ну и сразу же мы выходим вперед. Выйдя на второй тайм, Малкам замечательно забивает. Он, я так понимаю, получил травму вроде против Барселоны, когда играл. Вот. И тут вроде как восстановился, полностью силу набрал и решили мы его выпустить против Химок. И он забивает. Отлично. 1-0. И Жезус. И Жезус 2-0. Ну это просто вообще филигранная сейчас была комбинация. У нас она получилась. Ну а Жезус звонит. Звонит Манчестер Сити. И говорит, следующий матч снова я забью. Жезус забивает вторую игру уже подряд в сегодняшнем выпуске. Ну здесь вот хорошая комбинация. И Азмун не пожадничал, отдал. И Жезуса никто не накрывал. Дали ему время. Мяч обработать и пробить. Замечательно. Снова 2-0. Снова 2-0 на выезде. И все. Уверенная победа на выезде. Она еще не чемпионская. Иначе бы сейчас Зенит бы просто начал праздновать. Скорее всего ЦСКА там не потеряли очки. Но у нас вот такая вот замечательная победа на выезде перед игрой с Мача Сити. И снова Жезус игрок матча. ЦСКА разгромила московская Динамо. У себя дома 4-0. Поэтому все. Все сейчас решится в игре со Спартаком. Если мы даже просто представляем. Сыграли с ними в ничью. У нас 69 очков. Нет. Я так понимаю. Нам нужна только победа в матче с Спартаком. И тогда мы точно станем чемпионами. Именно в 29-м туре. Ну что же. У нас сейчас домашняя игра против Мача Сити. Вроде уверенно. 2-0. Мы их переиграли на Этихаде. Сейчас, чтобы выигрывать Мача Сити, нужно забивать 3 мяча. Вот. Нам нужно просто показать свою хорошую игру. Ну вот. Некоторых лидеров мы сейчас потеряли в роли капитана нашего Караваева. Поэтому вместо него выйдет Суарес. Ну а так все. Я не знаю даже кому дать капитанскую повязку. Сейчас Бариос подходит. Вроде пусть Азмун. Пусть Азмун выведет команду. Зенит против Манчестер Сити. Ответный полуфинал. Поехали. Газпром-арена. Зенит против Манчестер Сити. Ответная игра в Лиге Чемпионов. Полуфинал. Поехали. Ну сразу же как мы видим. Манчестер Сити идет в атаку. Куда им отсиживаться в обороне? Не в их уж точно случае. И 3-0. И 3-0. Шестая минута. Сердар Азмун забивает важный гол для нашей команды. И сейчас, если Манчестер Сити забивает три мяча. Ну и в любом случае нужно было забивать эти три мяча. Забивают три мяча и они выйдут в финал. Потому что забьют они больше на выезде, нежели чем мы. И неплохо Себастьян Дреуси. Побежал, побежал. Ух, а здесь еще и по ногам срубили. Это и красную можно давать. Засрыв очень важной атаки. Фернандиньо. Холл по санне надежде был. Сейчас смотрим, желтый или красный. Красный. А Фернандиньо удалили. Ой-ой-ой. Ну а здесь все-таки забивает Манчестер Сити. Не у стерлинга такого Агуэру. Агуэру, да. Получилось забить. 1-1. В десятером Манчестер Сити забивает. Но они все в атаку так и пошли. Вот и додавили. На Дреуси. Дреуси. И Азмун делает счет все-таки 2-1. Отлично. И Голливую все-таки на свой счет записывает. Габриэль Жезус. Замечательно. 71-я минута. Азмун забивает дубль. Ворота Манчестер Сити в полфинале Лиги Чемпионов. Здесь и снова Дембеле вот выходит. С четвертым своим номером, которого мы заметили еще на игре в Манчестере. Вот этот его странный номер в Манчестер Сити. И Азмун хэтрик. Хэтрик Сердара Азмуна. 83-я минута. Ну вот просто замечательная история. Для Санкт-Петербурга, для Зенита. Хэтрик. Забивает игрок Зенита. Поэтому это никак и ни в коем случае не на фарте, на каком-то Зенит проходит в финале Лиги Чемпионов. А просто уверенно. Если из Барселоны там что-то было и минимально, вот, то здесь просто замечательная игра команды из Санкт-Петербурга. Хэтрик футболиста. Это вообще просто замечательно. Пошла подача. Ну это гол с углового. Ферн Торренс только причем вышел. Это его первое касание на поле. Дебрюйн и замечательно здесь подал. Этот угловой 3-2. Зенит в финале Лиги Чемпионов. Хэтрик Азмуна против гола Гуэра и Феррена Тороса. Ну вот, Александр Зинченко снова мимо трофея. Ну, мне кажется, этот матч немного даже чем-то финалом отдавал. Такие же эмоции были у наших игроков. Ну и Азмун 8-5 оценку получает. Ну, в финале мы сыграем против ПСЖ. ПСЖ буквально там год назад проиграли. В финале Лиги Чемпионов Баварии. Минимально 1-0. Посмотрим, как здесь мы сыграем. Так, что у нас по переговорам. Нам нашли еще какого-то игрока. Левого защитника. Вообще замечательно. Чилвелла из Челси. Замечательно. Ему 26 лет. 83 рейтинг. Супер. Кого еще? Эступьяно? Ну нет. 79. Надо 80 плюс сразу брать игроков. Альфонсо Дэвис еще. Вообще суперский вариант. Я сейчас не знаю. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, то мы на этом и закончим. Как бы карьеру за Зенит. Но просто оставим как бы так. Я не знаю, зачем нам счастливого защитника, кстати, до сих пор ищет. Так, по возрасту давайте сейчас там посмотрим. Лунев. 31-30. А с Дойвом мы его и продаем. 29 Борису. Нам было, кстати, опорника. Куда наши все опорники делись, это я понять не могу. Поэтому нам нужно находить опорника. Сейчас не знаю, зачем мне ищут левого защитника. Поэтому как-то так. Сейчас у нас игра со Спартаком. Потом игра вот с Тамбовым последняя. Так что все. Заканчиваем сегодня мы матчем. А я не знаю, это что там вообще последняя игра. По финалу. Ну да, получается вообще все последнее. Поэтому я бы вообще закончил бы сейчас выпуск. Не на четырех матчах, а на трех бы остановился. Вот выход в финал Лиги Чемпионов. Дальше у нас будет... А что у нас будет? Это вот финал Чемпионата России. Финал Лиги Чемпионов. Будет интересно посмотреть в следующем выпуске. Так что все. Постараемся зафиналить эту историю в следующем выпуске. Я надеюсь на победу. Если нет, то будет еще один сезон. Ну, а на этом пока что все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. Канал Футбол. Это ожидано. Кстати, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok